СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я решил снять видеоролик об этом. Коротенький, не придумывать какие-то различные теории, а показать вам конкретно все то, что использую я. И для чего. Сейчас утро как раз таки, и я вам покажу все, что я использую. Вот это у меня такой уголок здесь утренний. Видите ноутбук, я там пишу статьи для вас. Как раз сейчас заканчиваю статью, целиком и полностью посвященную женщинам, о менструальном цикле и о всем о том, что связано с этим через призму тренировок, питания. Так что ждите, девчонки. Ну, начнем. Хочу сразу предупредить, что хоть на мне майка 5% от Ричпиана, я пока еще не являюсь членом его команды. Пока что у меня, спонсируют меня питанием только канадская фирма АНС. Я очень много принимаю от них продуктов. Ну, как вы понимаете, это потому, что они мне в основном достаются бесплатно. Но остановился я на этой фирме именно на предтрениках. Вы знаете, я против предтреников, потому что они очень негативно влияют на организм в целом, если вы их постоянно принимаете. Если вы их принимаете, то принимайте только в особо тяжелые дни. Если вы очень устали, если у вас впереди серьезная тяжелая силовая работа, если вам нужно реально взбодриться, а вам не очень хорошо по каким-то либо причинам. Ну, естественно, только если вы не заболели. Потому что если у вас простуда, грипп, ни в коем случае не тренируйтесь, вы себе только навредите. Естественно, вы понимаете, это для тех, кто не является профессиональным спортсменом. Профессиональные спортсмены – это совершенно другая каста людей, которые живут по своим принципам, понятиям и вообще в другой вселенной. Ну так, давайте по порядку. Утром, после еды, а точнее непосредственно с завтраком, я принимаю вот такие витамины. Это Мегамен спорт витамины от лучшей фирмы по витаминам, микро-макроэлементам. GNC. Американская компания, которая, если я не ошибаюсь, одна из первых начала выпускать именно такие витамины, витаминные добавки для спортсменов. Они есть как для мужчин, так и для женщин. Для женщин они действуют практически через неделю, вы начнете чувствовать изменения. К примеру, я знаю точно несколько женщин, которые испытывали проблемы с ногтями, с волосами, через неделю приема реально почувствовали изменения. Ногти укрепляются, и все, соответственно, становится гораздо лучше. Я принимаю их, но чередую. Курсом пропиваю их, курсом пропиваю еще витамины от Animal Pack. Точнее, витамины Animal Pack от фирмы Universal. GNC выглядит так. Они чуть-чуть меньше по количеству, чем Animal Pack. Но тоже очень эффективные, очень хорошие продукты, очень хорошие добавки. Если у вас есть возможность покупать, либо чтобы вам присылали их непосредственно из Америки, это будет гораздо лучше, если вы будете покупать их в Российской Федерации. Почему объяснять не нужно, кто думает, понимает, почему и как, что происходит в мире бизнеса. С витаминами разобрались. Это витамины утренние. Утренний мой комплекс витаминов. Еще я принимаю L-Arginine от GNC и кальциум с витамином D3 от GNC. Вы знаете, кто смотрит, следит за моими роликами, статьями, что у меня грыжи, протрузии. Вот эти две добавки я принимаю только с целью улучшения своего состояния именно в позвоночнике, именно для проблем с позвоночником. Они мне очень помогают. Принимаю я их на пустой желудок вечером перед сном. Также я использую, сейчас я вам покажу, селен. Селен просто необходим. И обязательно пропивать его курсами в течение года несколько раз. Потому что селен это то вещество, которое в пище сейчас практически, к сожалению, не содержится. А селен для здоровья, для жизнедеятельности, для мужчин, для женщин просто необходим. Если вы читали книгу «Мертвые доктора не врут», а если не читали, обязательно прочитайте, вы станете больше понимать о многих вещах касаемо здоровья, почему кто-то живет долго, почему кто-то живет короче. Вот эти три добавки я принимаю для улучшения своих костей, межпозвоночных грыж, протрузий. Именно в первую очередь с этой целью. Аргинин еще, как вы знаете, на пустой желудок перед сном повышает выброс ночной гормона роста. Никому не нужно объяснять, почему и для чего это полезно. Вечером с едой я принимаю витамины комплекса В, что и вам советую. Это конкретно, целиком и полностью только витамины В комплекса. Это очень полезно и качественно скажется на ваших тренировках, на ваших ощущениях, на вашем здоровье в целом. Так, я думал, закончился. Нет, он заканчивается. Я принимаю еще витамин С в одной капсуле 1000 мг. Минимум 1000 мг в день, чего и вам советую. Когда болеете, можно доводить до 10 грамм. Но 1000 мг в день обязательно. Обязательно с едой. В течение дня я это делаю. Так, что есть еще, что нужно вам показать? Еще я принимаю бустер антиэстрогенов от Twinlab. Вообще, Twinlab одна из лучших фирм, которая мне нравится, которую я использую. Не советую вам использовать современные бренды, которые появляются. Сами думаете, какие, не буду называть. Используйте проверенные временем. Оптимум Nutrition, Twinlab, Universal и подобные им, которые на рынке уже не одно десятилетие. Вот еще у меня есть энергетический напиток с аминокислотами, который я пью во время тренировки. Чередую его или совместно с BCAA. BCAA вы знаете, хорошие необходимые аминокислоты. Это те аминокислоты, из которых состоят мышцы. Я отдаю предпочтение тоже GNC. Либо Sun. BSN тоже мне очень нравится. Но в последнее время соотношение цена-качество лучше вот этой фирмы нет. Какие ограничения или рекомендации я могу дать по BCAA? Ограничения только в вашем кошельке. Но можно принимать их и по 50 грамм в день, но за раз не больше 5 грамм. Иначе нет смысла. А вообще BCAA начинают действовать у вас, когда вы пьете их как минимум 20 грамм в день. Но, повторяю, разовая порция, разовый прием не должен превышать 5 грамм. Ну, иначе вы выбрасываете деньги на ветер. Перейдем плавно к предтренировочному комплексу, который я пью. Тут вот слетела наклеечка, но это все комплекс от ANS. Компания, которая поставляет мне данную продукцию. Почему я на ней еще остановился? Я перепробовал все предтреники, которые только можно достать с целью эксперимента, как они действуют. Скажу честно, большинство самых действующих вызывают чувство тошноты, чувство тревоги. Нехорошие такие чувства. Думаю, многие из вас их испытывали. Я вам гарантирую, что от ANS вы не будете чувствовать даже тошноты. Принимайте их и будет все хорошо. Совместно с предтреником я принимаю вот креатиновый комплекс, тоже предтренировочный комплекс. И это Diablo. Их нелегкий термодженник, ну, как сейчас говорят сжигатели. Хотя сжигатели пить не имеет смысла современные. Если только вы не смогли их купить в аптеке американской по рецепту, в которых содержится эфедрин. Все жиросжигатели без эфедрина, как дорого бы они не стоили, как бы они не рекламировались, это деньги на ветер. Потому что современные жиросжигатели это термодженики. Если у вас есть лишнее бабло, вы хотите его выкидывать, пожалуйста. Я этого не делаю. Что касается протеина. Один из моих любимых протеинов это коллаген. Он дешевый, по крайней мере здесь у нас. И, помимо всего прочего, помимо того, что содержит много белка, он очень полезен для ваших суставов и костей. Поэтому настоятельно рекомендую, если у кого-то есть проблемы, если кто-то хочет избежать проблем, принимать коллаген. Будете получать двойную порцию полезности. Двойную порцию полезности, если можно так сказать. Во-первых, это протеин. Во-вторых, это укрепление всех наших костей, хрящевых тканей, суставов. Я думаю, это для многих и многих актуально. Перейдем к протеину. Протеин я принимаю вот такой фирмы. Это дорогой протеин, скажу сразу, но очень качественный. По вкусу мне нравится он чем? В Америке, не знаю почему, очень сладкие протеины. Пить невозможно нереально. Этот протеин, несмотря на то, что содержит примерно такое же количество сахара, как и другие, не настолько приторный. Но по своему составу он, конечно, уникален. Он очень легко, быстро впитывается. Я его пью за полтора часа до тренировки и после тренировки. Но многие спрашивают меня, хочу сейчас вам ответить, стоит ли пить и есть после тренировки. Да, ребята, несмотря на то, чем вы занимаетесь, набираете мышечную массу или хотите придать телу рельефа, после тренировки обязательно нужно есть. Но организму требуется определенное количество времени на то, чтобы усвоить, и чтобы эти питательные вещества поступили к вам в кровь. Поэтому, говоря о послетренировочном питании, нужно сказать о том, что нужно есть за два, за полтора часа, если это протеин, перед тренировкой. Потому что, как раз таки, к концу тренировки в вашем организме, в вашей крови, будет высокая концентрация аминокислот. Если же вы рассчитываете на любой протеин, какой бы он ни был быстрый, принимая его после тренировки, вы все равно обкрадываете себя. Потому что уйдет определенное количество времени на то, чтобы его усвоить, и чтобы аминокислоты поступили в кровь. Поэтому, думая о своем послетренировочном питании, выпивайте протеинчик за полтора часа до тренировки. Это самый, я думаю, полезный совет, который можно вам дать. А после тренировки, естественно, сразу же нужно выпить протеин, сразу же, придя домой, как раз таки это займет минут 40, нужно полноценно поесть. Еще очень много вопросов касательно гейнеров. Я гейнеры лично не покупаю и не употребляю. Почему? У меня есть статья и видео, вы можете найти, почитать об этом, посмотреть видео. Здесь скажу коротко. В основном сейчас современная индустрия питания устроена так, что все это углеводы. И, к сожалению, быстрые. Поэтому я не испытываю недостатка, мой организм не испытывает недостатка в углеводах, ни в быстрых, ни в медленных, а испытывает в качественном белке, как и ваш тоже. Поэтому, если вы хотите хороший качественный гейнер, покупайте качественный протеин. Как это связано? Покупайте протеин, к примеру, комплекс от Optimum Nutrition. Это один из лучших протеинов, содержащий в себе два быстрых и два медленных протеина. Добавьте туда банан или два, и вот вам лучший гейнер после тренировки. Если же вы хотите получать действительно качественный гейнер, ничего не смешивая, то лучшее, что вы можете найти сейчас на рынке, это гейнер Рича Пиано. Я сам был удивлен. Ну, там, открываешь банку, я пробовал, меня ребята из его команды угощали. И действительно, обычная овсянка, обычные ингредиенты, прям сваленные вместе, сделанные это за вас. Но, вы можете это сделать сами. И Рича Пиано об этом тоже говорит. Вы можете сделать сами такой гейнер. Но если вам влом двигать задницей, купите, потратьте лишние деньги на гейнер Рича Пиано. Никогда не покупайте никакие другие гейнеры. В основном, это чушь, непонятно из чего сделанная, даже если это хороший качественный бренд. Гораздо выгоднее и разумнее купить хороший протеин и добавлять туда банан. Получится шикарный гейнер, практически натуральный. Банан, если вам нужно, добавьте еще овсянку, тогда у вас получится вообще идеальный гейнер. Получится четыре вида протеина, два быстрых, два медленных. И получится два вида углеводов. Бананы, которые являются одним из лучших источников углеводов после тренировки, быстрые. И овсянка, которая является, как вы знаете, одним из лучших источников медленных углеводов. Ну вот все, что я хотел вам сегодня рассказать, а точнее показать, из того, что принимаю лично я. Увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Если у вас возникают вопросы по этому видео, либо какие другие, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я на все обязательно отвечаю. А постоянный партнер моих видеовыпусков и спонсор Power Strength Gym. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!